Заслуженная артистка Российской Федерации Александра Семёновна Завьялова родилась в 1936 году в простой крестьянской семье в селе Титовки Тамбовской области. Уже в школьные годы у неё проявились задатки актёрского таланта. Она неизменно принимала участие во всех самодеятельных постановках и концертах, с удовольствием декламировала стихи и прозу. Мечтая о театральной сцене, Александра после окончания школы переехала в Ленинград и поступила в театральный институт. После окончания вуза она по распределению попала в драмтеатр города Бреста. Выходя на театральные подмостки, девушка долгое время отвергала поступающие предложения сняться в кино. Но всё же режиссёру Александру Зархе удалось уговорить молодую актрису сыграть главную роль в его картине «Люди на мосту». Кинодебют, состоявшийся в 1959 году, оказался для Завьяловой настолько успешным, что после него предложения от режиссёров посыпались как из рога изобилия. И вот через год после выхода в прокат знаменитой мелодрамы «Алёшкина любовь» Александра Завьялова стала звездой советского экрана. В последующем в её фильмографии появилось 14 киноработ, среди которых особое место занимает телевизионный сериал «Тени исчезают в полдень», где актриса непревзойдённо исполнила роль Серафимы Клычковой. Съёмки сериала продолжались в течение трёх лет. Завьялова начинала играть 17-летнюю девушку, а в последней серии ей было уже 70 лет. Личная жизнь этой талантливой женщины сложилась драматично. Первым её избранником стал художник Дмитрий Бучкин, с которым она познакомилась ещё в студенческие годы. Они поженились в 1963 году, и вскоре у них родилась дочь Татьяна. Но супруги не смогли сойтись характерами и вскоре расстались, хотя всю дальнейшую жизнь поддерживали дружеские отношения. Однажды на одном из дипломатических вечеров, куда актриса была приглашена, состоялось её знакомство с американским бизнесменом Отелло Черезолли. Между молодыми людьми возникли чувства. Роман с иностранцем стоил в дальнейшем для Завьяловой карьеры. По меркам советского времени подобные отношения были недопустимы. Очень скоро Отелло был выдворен из страны, а актриса подверглась допросам в КГБ и с того времени приобрела статус неблагонадёжный. Было выпущено неклассное предписание не давать ей значимых ролей. В дальнейшем она предприняла ещё одну попытку создать творческий семейный тандем с режиссёром Резо Исадзе. Но, к сожалению, эти отношения хотя и были яркими, но недолговечными. В 40 лет актриса родила сына Петра, скрыв от окружающих имя его отца. К этому времени у молодой актрисы, оставшейся практически без работы, развилась тяжёлая послеродовая депрессия. Все пережитые невзгоды привели к тому, что Александра вскоре попала в психиатрическую клинику, из которой спустя несколько месяцев вышла со справкой об инвалидности. После этого актриса полностью замкнулась в себе, избегая любого общества. Всю материнскую любовь и силы она отдала воспитанию сына. Но излишняя опека и забота негативно отразились в дальнейшем на судьбе её ребёнка. Пётр вырос эгоистичным и не приспособленным к полноценной жизни в социуме. Со школьных лет он начал злоупотреблять алкоголем и в дальнейшем почти нигде не работал, живя на скромную пенсию матери и помощь старшей сестры. За день до 80-летия актрисы 3 февраля 2016 года произошла трагедия. Во время ссоры, находясь в пьяном состоянии, Пётр нанёс ей ножевое ранение, от которого пожилая женщина скончалась. Когда стало известно о смерти Завьяловой, СМИ и телевидение посвятили её памяти много статей и передач. Но почему-то при жизни она никого не интересовала. Когда в 1994 году ей присвоили звание заслуженной артистки России, она узнала об этом из газет. Никто даже не удосужился ей позвонить. Александра Семёновна Завьялова похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с часовней Ксении Блаженной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного.